Всем привет! Еще раз короткое видео сниму, закину по поводу индюков. Позвонила я ветврачу, Дарья Анатольевна сказала, ну, она вначале со мной согласилась, что возможно это залипание, ну, дайте что-нибудь, говорит, им слизистое, какой-нибудь отвар слизистый. Ну, вот кто-то из подписчиков говорил, что, ну, там масло, допустим, капнуть каплю две растительного. Значит, но она вначале меня выслушала, а потом четким голосом сказала, спросила еще, какие вакцины делали, я ей сказала, какие вакцины делали, она сразу-то отмела, что этого быть не может. Но она однозначно сказала, это инфекционная, ну, вот, респираторная, скажем так. И сейчас ходит этот, она сказала, сейчас ходит грипп. Сейчас ходит грипп, и это на это похоже. Продолжайте поить тем, чем поили, но я поила кипроцерилом, как бы, а там больше на кишечные эти антибиотик, поэтому придется обратно перейти на эрепим. По кормам она сказала, что, ну, дело точно не в корме, точно не в корме. Гри, вначале согласилась, ну, типа, если вы там думаете, ну, попробуйте вот так вот, да, чтобы исключить. А так вот, и нужно обратиться в ближайшее время к ветеринару уже государственному на предмет того, чтобы поставить прививки этим птицам. Ну, это не сразу они прибегут, они пока там заказывают, там, ну, какое-то время проходит, в общем, недели две, скажем так. Вот так вот, вот такой вот результат. Значит, продолжаю все поить так, как она сказала, ну, то есть, как бы антибиотик давать, и давать надо всем. А, вот еще что я ей вопрос задала, что, типа, ну, индюки болеют, а цыплята рядом не болеют. Она говорит, ну, это еще ни о чем не говорит, у этих иммунитет, допустим, ниже, у тех иммунитет чуть-чуть повыше, поэтому они могут потом заболеть, или, может быть, они как-то перенесли уже эту форму, да, и туда передалось, то есть, как бы тут же сложно проследить все это. Ну, вот так как-то вот. В конце хочу сказать всем спасибо, то, что вчера поддержали прямо некоторые подписчицы, там, девочки со мной были до самой ночи, я уже, ну, спать собираюсь, а мне еще, ну, что-то советовали, девчонки там писали. Спасибо вам большое за поддержку, за понимание. Вот, оказывается, не всегда причина в нас, в самих, ну, в первую очередь, конечно, ищем, как обычно, ищем в уходе, в содержании, там, в кормах, во в чем-то этом, это, наверное, и правильно, а на самом деле все-таки причина оказывается вот в таком. Ну, я думаю, что любой человек, который занимается птицей, не будет там птицу держать, либо как. В любом случае, содержание, ну, пусть не на высшем уровне, не фабричное содержание, как в этих на птицефабриках, там же полная стерильность, но, тем не менее, обеспечиваешь все равно как-то должное содержание. Поэтому, если что, вот у кого-то будут такие нюансы, я видео там сейчас короткое закину, как они, нет, наверное, пусть это будет в другом видео, не буду ничего закидывать. Вот если будет такая ситуация, вот имейте в виду, что это инфекция и, скорее всего, это грипп. Все, всем хорошего дня, доброго, доброе утро, хорошего дня, и еще раз вам всем спасибо. Ну, и выпуск будет еще, там будет еще эта же информация, только она так уже в плане рассуждения. Поэтому всем, ну, пока, наверное, до вечера.